31 августа, среда, последний день лета. Мы начинаем информационный день в прямом эфире. Говорим о главном сейчас в студии ведущей программы День на Думской Александр Новицкий. И Алла Есина. Как говорят, что цыплят и вообще все достижения считают по осени. Эта осень в Одессе поистине золотая, но может быть немножко серебряная. И где-то слегонца бронзовая. И даже четвертое место на Олимпиаде в Рио для нас это величайшее достижение. Об этом мы поговорим с нашей гостьей, участницей Олимпиады в Рио в Бразилии Анастасии Тодоровой. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то мы вас увидели воочию, а не только по скайпу. Я вам скажу, что я не доверял скайпу. Я думал, что врет изображение. Но не может быть такой прекрасной девушки с веслом вживую, когда вас увидел, понял, что может быть. Спасибо. Вот единственное, что у вас однозначно, загар черноморский все-таки. Конечно. Одесский. То есть в Бразилии не успели позагорать? Было не до этого? Нет, в Бразилии зима, и было очень холодно, и дожди шли, поэтому погода была не очень. Мы там не загорали точно. Наоборот, смывали загар свой. Давайте начнем с общих каких-то вещей. Вот ваше в целом впечатление от поездки в Рио, потому что было много разговоров. Собственно, по скайпу мы вас тоже об этом спрашивали, потому что было много нареканий относительно качества проживания организованного, относительно преступности в Бразилии. Вот ваше впечатление? Ну, скажу так, что мы выходили в сам город, в Рио даже, наверное, выходили в последние два дня, и выходили большой компанией, то есть нас никто не успел ни догнать, ни тронуть, ни зацепить. Наверное, с веслами выходили, поэтому не рискнули. Ну, мы выходили вот с мальчиком, с Юрой Чебаном, его достаточно ряда, для того, чтобы нас никто не трогал. Вот. А в целом, ну, красиво, но видно, что не такой развит город, не такая инфраструктура. И сам город такой серый. Может быть, потому что зима там, хотя все обрисовано, все стены, все такие дома, они очень невзрачные. То есть видно, что кевиногенная ситуация в городе зашкаливает. Да, да. А город Рио-де-Жанейро – это город карнавалов, город вечного праздника. Голубая мечта Остапа Бендера. Там правда все в белых штанах ходят? Нет, не видели таких. Мы хотели увидеть тех Бразилок, которые там на пляже знаменитые, вы знаете, там вот… Нашли? Бразильские женщины. Одну увидели. То есть вот знаменитая грушевидная форма фигура. Да, да, да. Это действительно так, да? Ну, действительно, ну, не так, как говорят, что там все на пляже, все женщины, ну, бразильской внешности, они все там шикарны. На самом деле, одна-две, ну, ну, очень там… Я думаю, что девочки показали им, что такое красота. Да, безусловно, в Украине намного красивее женщины и девушки, чем в Бразиле. Это признают все абсолютно, даже наши соседи по Евросоюзу. Ну, если будут соседями, будут признавать. Я хотел спросить, что-то из кухни понравилось вам бразильской? Нет. Нет, потому что ее не было или нет, потому что не понравилось? Нет, потому что, я не знаю, была она, не была, потому что в столовой у нас давали как европейскую и китайскую кухню, и, возможно, там еще до бразильской попадалось. То есть, я так понимаю, бразильское блюдо – это у них рис и с морепродуктами, и также с мясом, то есть с курицей. То есть, у них там это все… Одновременно и морепродуктой курицей? Да, да, это у них все одновременно. Правильно, чтобы сканувать время, согласен. Ну, да. Тоже вариант. А были ли какие-то у вас шоппинг-туры или там гастрономические какие-то, вообще экскурсии? Вы считаете, в Бразилию в отпуск? Нет, я с каждым словом, которое сейчас слышу, я понимаю, что я в Бразилии совершенно ничего не забыл. Но все-таки хочу уточнить, были ли какие-то культурные мероприятия? Ну, в последние дни у нас сама Олимпиада, самогонка закончилась 20-го числа, и мы 23-го числа… Погода позволила нам, правда, было пасмурно очень, но мы все равно съездили на горы, там есть Сахарная гора, там шикарный вид оттуда, и видно океан, и половина Рио-де-Жанейро видно, и также съездили на Иисуса самого, туда тоже на гору поднялись. Его было плохо видно, был туман, но все равно атмосфера та, которая там, ну, действительно… То есть культурная программа вас впечатлила больше, нежели гастрономическая? Да. Доки вернется к Олимпиаде. Да, предлагаю перейти к Олимпиаде, но прежде чем мы начнем говорить о вашем выступлении на Олимпиаде, я предлагаю посмотреть небольшой биографический материал, который подготовил наш корреспондент Ксения Терзи. Анастасия Тодорова родилась 10 декабря 1993 года в городе Белгород-Днестровский. Мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каное. На чемпионате Европы в 2013 году спортсменка заняла третье место. В 2015 год третье место Анастасия завоевала на Европейских играх в Баку. Серебро на чемпионате в Европе. Тодорова поднялась на пьедестал на чемпионате и Кубке Украины. В 2016 году Анастасия Тодорова завоевала первое место на чемпионате Украины. На Олимпийских играх в Рио экипаж Анастасии Тодоровой и Инны Грещун пришел четвертым. Так, Анастасия, наград достаточно уже много, но это первая Олимпиада для вас. Да, первая. Насколько тяжело было готовиться, в том числе морально? Я понимаю, что к любому соревнованию вы готовитесь достаточно плотно, каждый день. А вот морально все-таки это Олимпиада, самые главные спортивные игры. Да, ну, скажу честно, то если в общем считать всю подготовку, и моральную в том числе, она прошла хорошо, но это было задолго до самого отъезда в Рио, это было еще когда Инна Осипенко была, она нас морально, она нас действительно подготовила очень сильно. Мы вот, когда собралась наша команда, с первого дня буквально она нас как будто зомбировала, вот она нас завербовала вот Олимпийскими играми. Мы настолько, настолько желание появилось, настолько стремление, вот она вот нас зарядила этим. Поэтому к Олимпийскими играм, непосредственно уже туда прилетев, мы уже были готовы к этому, готовы к этой атмосфере. Хотя, честно говоря, я не скажу, что она чем-то отличается от европейских Олимпийских игр. В принципе, те же самые люди на стартах, те же самые люди в Олимпийской деревне, все то же самое. Только единственное, что статус намного выше. Давил статус? Потому что от вас все ждали вот чего-то невероятного. Все говорили о том, что Анастасия Тодорова это претендент на наивысшие места на Олимпиаде. Очень много было действительно разговоров. Вот это давило морально? Нет, я старалась об этом совсем не думать. Я за неделю до вылета в Рио вообще в социальные сети не заходила, для того, чтобы не читать ничего лишнего. А также... Не брать тяжелую информацию. Да, тяжелую информацию, да. И уже когда прилетели в Рио, то по необходимости заходили в социальные сети. А так вот старалась не думать об этом, потому что оно очень сильно сбивает. И ты понимаешь о том, что на тебя возлагают надежды. И после поражения, можно так сказать, после того, как мы не поднялись на пьедестал, то, конечно, это ощутилось. Четвертое место это поражение для вас? Ну, как сказать, можно... Мы настраивались просто на высшие награды. Ну, конечно, настраиваются все, но для нас это было, конечно, ну, как-то, наверное, поражением. Потому что мы целый сезон шли к этому, вот этот сезон, мы шли по медалям. То есть, как бы, у нас был, действительно, у нас был огромный шанс как выиграть, так и стоять на пьедестале. Разгон у нас был хороший. Да, разгон у нас был хороший. А финиш, видимо, чуть-чуть подкатял. Можно ли говорить в вашем виде спорта, в вашей дисциплине о том, что судьи как-то по-другому к вам относились? Можно ли вообще засудить в вашей дисциплине? Нет. Ну, вот в нашем случае нас не засудили. Там видно все, наверное, на фотофинише. Это если где-то спорные моменты, когда вот, например, на 200 метров на спринтерской дистанции, когда все вот так влетают носик в носик, там очень сложно... Там и лодки растягивают, и смотрят, кто спереди, кто как. Вот там вот действительно... А что значит растягивают лодки? Ну, на фотофинише берут, растягивают как бы одну лодку, другую, сравнивают ее как бы там по длине, там сравнивают... А они все разные по длине? Нет, нет. Ну, они одинаковые, может быть, короче. Длиннее не может быть лодки. Вот. Но там свои нюансы, которые рассматривают уже на фотофинише. А так, то у нас объективный вид спорта. То есть у нас стартанул, финишировал, то есть такого нет. Есть ли у вас подозрения о том, что первые три места использовали какие-то запрещенные медицинские препараты? Можете ли вы предположить, что кто-то использовал допинг? И, кстати, ваше отношение личное к нему? Мое, конечно же, отрицательно. Но утверждать о том, что кто-то предпринимал, я не могу, так как все проверяются, все в одинаковых условиях, все проходят допинг-пробы. Поэтому... Но распространенная, кстати, практика, когда через много лет после Олимпиады вскрываются пробы, и человека лишают медали уже постфактум. Ну да, я тоже слышала об этом, что и с Лондона забирают, и с Пекина там тоже как бы снимают. Ну это вот сейчас последняя, да. Но в Украине были прецеденты, когда лишали за допинг уже постфактум медали. Даже в Одессе был случай много лет назад с Юрием Белоногом. Ну да. Ну вот нам рассказывала наша врач о том, что почему это происходит. Потому что те препараты, которые вот запрещены на данный момент, запрещены в определенном количестве, и та аппаратура, те средства, которые проверяют наши анализы, они не точные. Не позволяют определить на 100%. Да, не позволяют определить, да. И потом со временем, когда технология улучшается, они уже потом заново проверяют и уже потом обнаруживают. Но я считаю, что это неправильно, потому что уже спустя столько лет лишать человека медали и чести, можно сказать, то это неправильно. Я считаю, что, тем более, ладно, там через 4 года, но не через 8 лет, как бывает, а через 8 лет, через 12, это уже... Ну мне кажется, на самом деле, что допинг, он не играет такой большой роли, как о нем говорят. Все-таки, возвращаясь к Олимпиаде в Рио, вы уступили меньше, чем полсекунды третьему месту. Вот этот результат, это же очень мало. Да, мало. Меньше, чем полсекунды. Вот чего не хватило? Ну, сложно говорить в общем. Скажу, что мы подходили к этим соревнованиям серьезно и настраивались серьезно, и готовились так же самое. Готовились, повторюсь, только на первые места. И цель была только первое место. Все соперницы оказались сильнее? Конечно, безусловно, соперницы очень сильные, потому что мы бы не проиграли никому нашего возраста или не проиграли кому-то более опытнее нам. Мы проиграли людям, которые постоянно, которые на каждой Олимпиаде, они титулованные, каждый экипаж, который был перед нами, неоднократно были на Олимпийских играх и чемпионки, и призерки. То есть это лидеры, которые всегда, буквально всегда, на каждом международном старте они лидеры, они всегда спереди. Потому что у них, например, в Венгрии там это национальный вид спорта. Это как у нас на футбол ходят, там приходят, что прийти туда нужно купить билеты. С украинским футболом неудачный пример, несмотря на то, что это популярный вид спорта, не складывается. Ну, он популярный. Там покупают билеты, чтобы прийти, а у нас, на нашу греблю, никто даже не знает, куда приходить, не говоря о том, чтобы билеты на них покупать. Никто даже идешь. Но гребля в Украине, в отличие от футбола, приносит медали. Да, приносит медали, но ее не так распространяют, не так говорят о нас. Но четвертое место для первой Олимпиады, это же хороший старт. Планируете на следующую Олимпиаду готовиться? Конечно, конечно. Первые мысли, конечно, были такие горечь, разочарование, что вот, ну чуть-чуть. Ты понимаешь, что это чуть-чуть, и четыре года пройдя, ну, буквально проиграть чуть-чуть, это, конечно же, досадно. Но потом, вот, осмыслив все, ты понимаешь, внутри такое чувство просыпается, спортивная злость. Ты понимаешь, что у тебя есть шанс, есть шанс исправить это на следующей Олимпиаде, потому что мы все молодые, я планирую как минимум еще две Олимпиады, поэтому хочется побыстрее, хочется, чтобы эти четыре года прошли побыстрее, чтобы уже реализовать себя и взять все-таки реванш на Олимпиаде. Я думаю, что главные успехи у вас еще впереди, мы будем следить за вашей карьерой, желаем вам успехов, спасибо за то, что прославляли Одессу, Украину в Рио. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами была Анастасия Тодорова, мы прервемся на небольшую рекламу, после вернемся и будем говорить об Олимпийцах нашего региона в Рио-де-Жанейро. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!